Приветствую вас, мои дорогие друзья! Рады, что вы нашли время заглянуть на мой канал и оценить мой новый видео обзор, который посвящен весьма интересному проекту под названием Base Protocol. Если честно, данный проект привлек мое внимание неспроста. Напротив, его отчасти уникальная концепция позволяет по-новому взглянуть на мир децентрализованных технологий и криптовалют в частности. Потому что вся его структура строится на его синтетическом активе Base. Что это значит, спросите вы, и я отвечу, что синтетическим активом Base называют потому, что его цена привязана к общей рыночной капитализации всех криптовалют в соотношении 1 к 1 триллиону? Знаю, поначалу этот факт может показаться непонятным. Однако в ходе просмотра данного ролика, я уверена, все ваши вопросы найдут нужные ответы. А пока предлагаю более предметно поговорить о самом понятии, что такое синтетический актив. Если честно, то синтетическим активом называют свойства, которые присущи как по действию, так и по ценности к любому другому активу. Однако синтетический актив Base был специально разработан так, чтобы моделировать рыночные модели всех базовых криптовалют, что в свою очередь позволит пользователям агностически спекулировать на всех токенах сразу. Более того, помимо синтетических качеств Base также был разработан при участии протокола эластичного предложения, который не только программно расширяет, но и сокращает предложения токенов для достижения равновесия целевых цен. При этом сам процесс расширения и сокращения предложения называется перебазирование. Срабатывает же данный процесс автоматически, что я считаю очень удобно. Также хочу обратить ваше внимание, что Base протокол является проектом с открытым исходным кодом, ознакомиться с которым вы сможете прямо на GitHub. Таким образом, я лишний раз хочу вам доказать, что Base протокол является отличным торговым инструментом, который позволяет его держателям спекулировать сразу всеми криптовалютами одновременно. Также Base можно легко использовать для временного удержания позиций между крипто транзакциями, особенно тогда, когда вы торгуете голубыми фишками. Поэтому, чтобы лишний раз не подвергать себя риску, в качестве альтернативы вы легко можете торговать Base, что я считаю очень здорово. Дополнить же все это, спешит и возможность, позволяющая пользоваться Base в качестве инструмента кредитования для хеджирования криптовалютной торговли с использованием заемных средств. Например, трейдер берет взаймы StopBase, чтобы купить какой-то альткоин. И вдруг его цена резко падает вместе с медвежьей тенденцией на криптовалютных рынках. Когда трейдер собирается выплатить свои StopBase кредитору, он замечает, что стоимость этой Base также упала, что полностью соответствует криптовалютному рынку. Что в свою очередь означает, что когда он выплачивает суду, он покрывает только понесенные им убытки, превышающие общие убытки на рынке. И наоборот, если тот альткоин, который он приобрел, станет бычьем, то он поглотит только прибыль, превышающие общие показатели рынка. Таким образом, как видите, Base может легко использоваться в качестве стратегического инструмента хеджирования для портфелей, ориентированных на криптовалюту с использованием кредитного плеча. Надеюсь, ход мыслей вы уловили. Кстати, не могу пройти и мимо команды разработчиков, потому что самый главный разработчик является одним из ведущих разработчиков топ-10 криптопроектов, а также ранее был разработчиком Ethereum Foundation, что, согласитесь, весьма здорово. Более того, весь этот опыт и профессионализм со стороны команды вселяют уверенность в то, что Base Protocol в надежных руках, и его ждет перспективное будущее. Также обращу ваше внимание на то, что разработчики Base Protocol намерены провести первичное размещение ликвидности, которое намечено на 1 октября 2020 года. Пройдет же данное предложение в 3 уровня, где на каждом из уровней будет доступна своя цена за 1 Base. Всего в общей сложности они нацелены собрать 900 000 долларов, из которых 50% будет выделено на то, чтобы обеспечить первоначальную ликвидность на такой торговой платформе, как Uniswap. Ознакомиться же с более подробной информацией вы сможете прямо на сайте. Для этого в описании я оставлю ссылку, по которой вы сразу же сможете попасть в нужный раздел. Кстати, чуть не забыла рассказать вам про еще одну интересную вещь, доступную в рамках Base Protocol. Называется она же Geyser, главная цель которой строится на вознаграждении держателей Base за внесение ликвидности в пул ликвидности Uniswap. То есть, чтобы принять участие в Geyser, пользователь должен сначала внести Base и Ethereum в пул ликвидности Uniswap, после чего пока эти токены будут депонироваться, пользователь получит процент от комиссии за транзакции, произведенных в результате торговой деятельности в пуле. Начисляться же данный процент будет пропорционально проценту депонированной сети, так как баланс Uniswap пользователя по-прежнему зависит от перебазирования предложения. Ознакомиться же с информацией о том, как именно работает Geyser и что вы с этого сможете заработать, сможете уже самостоятельно. Для этого в описании я обязательно прикреплю white paper проекта, где в более развернутой форме изложены данные предложения. Но если вам и эта информация кажется мало, то вы всегда можете присоединиться к Discord, так как именно там будет происходить непосредственное общение разработчиков с их комьюнити. Все ссылки я как всегда оставлю в описании. На этом же у меня все, было рада познакомить вас с новым проектом, поэтому буду благодарна вам, если вы поддержите меня своим многочисленными лайками и комментариями. Ну а я пока обращаюсь с вами до следующего выпуска, который опубликую уже совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok